Здравствуйте, меня зовут Наташа. В общем, мне нравится на острове, очень красивая природа. Я восхищаюсь, конечно, всем, что тут находится. Но есть и свои минусы. Тяжело, конечно, очень тяжело, честно. Я не ожидала, что так будет тяжело. Я готовилась, я дома тренировалась, долго не есть. Но всё равно это всё другое. Тут другая какая-то обстановка. Тяжело, тяжело то, что я уже не ела почти, наверное, 6 дней. Я уже даже сбилась со счёту, сколько я дней не ела. И это отражается на моём физическом состоянии. Чувствую, какая я слабая. Также у нас мало воды. И нам приходится каждый день по глоточку считать, сколько кто выпил. Это тоже очень тяжело, конечно. Команда, что я могу сказать за команду? Команда, так себе. Мне не сильно нравится. Все такие со своими, конечно, причудами. Но больше всех меня раздражает Катерина, честно вам скажу. Если бы я голосовала, то я бы голосовала против неё. Почему? Ну, потому что она такая вся расфуфыренная, она ничего не делает. Она села на нашу шею, честно говоря. И если у нас начнутся конкурсы, то она просто начнёт всю команду тянуть вниз. И мы за неё можем сильно пострадать. Так что я голосую против неё. Всё. Не могу я больше тут. Дождь не перестаёт. Мне нужен горячий душ. И горячий капучино. Замёрзла я, люди, замёрзла я тут на острове. Сколько можно? Отдела вот Наташке и заберу, и всё. Всё будет нормально. Наташа! Нравится мне тут или нет? Вроде бы всё нормально. А вот Наташка зануда. Уже ведёт себя, как будто она царица тут. Всё заставляет меня делать. Я такого не заслуживаю. Извините меня, Наташенька. Но со мной ты больше так не будешь обращаться, окей? И вообще... Не заслуживая такого. Всё, я уже пошла. Как мне на острове? Ну как? Объясни. Вот сегодня вот дождь полил. Опять, опять все вещи промокли. До коси промок, замёрз. А вот тут ещё заставили меня костром заняться и дождь. Всё не могу как-то... Всё не могу как-то... Что-то очень много. Я бы тут не остался. Жить бы. Ну а так... Ну а так... Так, нормально. Это идея. Иногда связь вот с афон... Не могу это самое зарядить. Для бизнеса я бы сказал... Можно чего-нибудь придумать, конечно. Траву поубирать, прокосить. Может быть, отель поставить. Не знаю. Но это надо будет... Надо вернуть, может быть, с этими 3 миллиона или сколько-то там. Чего-нибудь морозим, как говорится. Санёк... Санёк, конечно, он меня чуть-чуть раздражает. Своим видом там... Рыбачок. Мышцы туды-сюды. Я тоже, вон, неплохо смырюсь. А вон... О, я пойду сейчас на рыбалочку. Мышцы у него там... Игорь. Вот Игорь, он нормальный пацан. Такой. Мужик. Слово. Но только... Только у него что-то там... С Богом какие-то отношения. Я не понимаю его. О! О, сейчас дождь польёт. Гром какой, а? Ну... Anyways... Насчёт Игоря. Хороший человек. Ну, вот, я всё его не могу как-то раскусить. Всё пытаюсь, пытаюсь, а он всё бог, бог, бог. Ну, чё бог? У меня тоже бог, я знаю. Бизнес есть бизнес. Ну, а бог при чём тут? Ну, я не знаю, ладно. Чё можно сказать? Будем дальше дерзать, соревноваться. Саньком мне надо будет, как говорится, потужиться чуть-чуть. Ну, с Игорем у нас лады, кажется, будет. Так что... Всё. До связи. Остров, конечно, чудесный, прекрасный. Я такой красоты просто в своей жизни не видел. Такое небо чистое, яркое. Так много звёзд, такие пальмы. Тёплый ветер, белый песок, океан. Просто красота. Под шум волны просто пройти по бережку. Это такая красота, которую Бог для нас создал. Я удивлён. Я в своём городе такого никогда не видел, не ощущал. Такой вот порыв идёт, когда видишь Божью красоту, и Бог благословляет увидеть вот это всё. Я просто восторгаюсь вот этой красотой. Насколько вот это ощущение неба кажется ближе. И с Богом такое отношение. Можно читать Библию всё чаще, размышлять о Божьей милости к нам, о такой заботе к нам. И также такого времени, чтобы свободно, в тишине, на берегу океана Библию читать, изучать и размышлять о Боге, просто такой возможности не предоставлялось. И я просто благодарю Бога, что есть такая возможность быть вместе. И ребята, о ребятах сказать, все они, каждый, конечно, разный. Команда собралась очень удивительная. У каждого свои такие таланты. Но приятно, что они как-то находят, всё-таки стараются находить общий язык. И хочется, чтобы больше были дружнее вместе, и чтобы вместе наслаждались этой красотой, чтобы я мог передать им вот эту славу Божью, чтобы они довольны были или порадовались тоже, как я. О милости Божьей, о красоте, окружающей нас, созданной Богом. Ну, в общем, нормально. Песочек такой мягенький. Рыба ловится, очень классная. А, ну, за солнышком, о, очень тёплое, греет нормально. Такое, знаешь, что, шалаш у нас что-то не получился. Ночью, как дождь пошёл, все промокли. Ну, а потом, как бы, не знаю, как бы, если команда, как бы, насчёт команды говорить, что-то мне, Игорь, он какой-то странный, ну, не знаю, не понимаю его. Утром встаёт, читает Библию, всё время о Библии, что, кокос, что-то, кокос пили. Всё о Боге, что это Бог всё сделал. Не знаю, что-то странно, как можно всё так оборвать, не знаю. Ну, странно. Ещё этот, как его, бизнесмен, вот додумался, взял телефон на остров. Да вообще. Я хотя бы удочку с собой взял, а он телефон. Как может телефон пригодиться? Или Игорь нож принёс. Вот нож, это хорошая вещь. Я понимаю его. Но телефон никак у меня в голове не складывается. Телефон и остров. Там вообще, сервис нету, Wi-Fi нету. Что-то с ним только селфи будешь делать, не знаю. Вообще, ну, а так он человек нормальный, как бы, шалаш помогал строить, сильно на нас не злился. Если кто-то что-то сказал, он сильно так не ругался с нами. Ну, короче, нормальный пацан. Ну, не знаю, что ещё сказать. В общем, в общем, пока нормально. Можно жить.